приветствую друзья начинаем и долгожданное прохождение прошло у нас голосование за моды за фракции но вот наконец таки все голосования у нас закончились фракцию мы выбрали победила у нас фракция дикари дунланда последние места заняли я вообще думал что борьба развернется между изенгардом и роханом а все вышло совершенно по-другому как-то подъехали любители ильфятины и дикарей в общем вы отожгли им сильно я удивлю но очень последние места заняли там есть небольшим разрыв между собой а собственно изенгард и эльфы и молодриса вот не знаю почему вы так упорно голосовали за лоррейна но практически игнорили и младрис мы не то чтобы игнорили но довольно таки мало вот далее далее снизу если смотреть следующее место заняло королевство королевство рохан коневоды тоже не особо сильно вам приглянулись ну а следующие два кандидата были на победу я долго и упорно думал что победят именно эльфы и младриса фото и младриса лариена вот эти товарищи много за них проголосовала очень много их даже их обошли даже эту лифятину смогли обойти и не за кого-нибудь а за дикарей дунланда которых я добавил ну честно говоря просто но чтобы было да и они побеждают но на самом деле интересная фракция в третьей эпохе этой фракции не было играть за них я думаю будет интересно по крайней мере именно вот как история этой фракции этого народа ознакомиться с ней это будет все довольно таки не интересно сейчас не будем знакомиться поближе но сперва несколько организационных вопросов друзья решим во первых сегодня у нас пятница первая серия сегодня вечером выйдет она потом будут выходные выходные я не записываю поэтому прохождением прохождение последует только с понедельника вторая серия и дальше же в привычном вам а я думаю в ритме два через один то есть два дня будет выходить так за дикарей дунланда и третий день там что-нибудь другое будет скоро подъедет новый исторический мод новое прохождение у то она и будет выходить вот выходные у нас завершится прохождение собственно за сербов в моде новый тефтониц 5.0 плюс выйдет бонусная серия за гномов эребора да решил я тут немножко за них поиграться пару столиц захватывать пару как раз бонусных серий получил записать вот они выйдут в эти выходные так что скучать вам не придется не расстраивайтесь а понедельник он не за горами выходные вообще быстро пролетает на еще одно небольшое техническое сообщение объявления музыка друзьям к старту прохождения музыкой новые обзавестись я не успел хотя бы заменить ему зон из танков который уже даже мне приелся учитывая что среди вас и ненавистников этих танков много как-то так нашел подходящую музыку спасибо людям которые мне подсказали подсказали показали где и как в общем уже есть есть контент только нужно еще скачать обработать проверить авторские права если все нормально тоже я думаю как раз второй серии с понедельника она уже появится эта музыка как раз за выходные это успею сделать но все на этом все давайте приступать уже собственно к нашим дикарям и так у нас две тысячи девятьсот восьмой восемьдесятый год третий эры у нас лидер верховный вождь як так наследник вождь фреком столица дуна ларах и так у нас будет короткая кампания надо будет захватить 20 областей ну компании вы не знаете да то есть как там пойдет так и пойдет может быть будем вообще всю карту красить шутю знает посмотрим но пока 20 20 областей в том числе северный дуланд честно говоря душе не чаю что это и где это и нужно пережить гибель державы роха но учитывая нашего союзника из эмгар то с этим вообще проблем по моему никаких не будет и так дуланцы не желая упускать такую возможность перешли и зен и спустились из эмгарда вскоре стало известно что вульф был их вожаком и вел за собой большие силы так как их ряды пополнились врагами гондора архи архи рим ну рохом были разбиты а земли их захваченные те кто не был убит или уведен в рабство нашли убежище в горных долинах хельм с огромными потерями был выбит с эзенских бродов скобочки закрывается такое послание до некогда великая сила дунландо это нам друзья повествуют о событиях которые происходили учитывая нынешнюю дату почти два столетия назад когда роханский изгнанник по под именем вульф перешел в дунландо там нашел сторонников и пошел войну на это самый рохан даже там много чего захватил покорил убил но затем через год его самого этого вульфа убили вот и думал он откатились обратно свою родину на рохан там как-то восстановился на память о вульфе видите живет живет и дунцы почитают этого вождя но это были было почти два столетия назад как увидеть третье прохождение дака я уже в лоре начинаю разбираться масса сами дикаре по одной из версий это какая-то ветвь из тролингов которые дошли во время второй эпохи запада на восток вот остались в этих в лесном массиве минхириат что ли называется леса и минхириатом леса вот и это такое племя осталось что у нас там еще то написано собственно стартовая позиция природа очень хорошо защитила земли дунландо от врагов и гостей на востоке они прикрыты мглистыми горами на западе рекой гвакло но вряд ли запомнил название на юго-востоке вратами рохана а на севере рекой гландуин однако дикари контролируют лишь несколько поселений ранняя игра единственный близкий сосед и союзника дунда это изенгард рохан является ближайшим врагом к западу от дун лараха простирается владение кланов энэдвайта любопытный народ чьи намерения остаются неизвестными севернее река гватла лежат свободные для захвата земли начиная с руин тарбада тарбад я помню а после этого для расширения придется с кем-нибудь выгибать военные силы войска дунда состоят в основном из плохо обученного сброда клановых воинов печать хоть у них есть способные бойцы с топорами а частые стычки с архи рим вынудили дикарей перенять и обучиться владению копьем прочная броня или тяжелый пехот среди воинов народа холмов большая редкость однако с помощью сурумана они способны выставить на поле бою тяжелые элитные войска но круто особенности значит объединение кланов не можем строить города и крепости редкие войска гвардия дунлэнда объединены и надувает и то есть там сперва этот надувает объединить чтобы получить это очень печально друзья печально так фракция ориентированная на пехоту были на чередные гномами ешкинку сильные отряды раннего периода низкоуровневая элита ограниченные возможности строительства приметь при примечательстве на и войска стражи дунлэнда пикинеры вульфом ведь в честь вульфа даже рот войск назвали прикольно она летчики из эмаха кто-то из эмах кто знает пишите интересно будет почитать нам тоже интересная историческая личность ну что поехали компания короткая конечно все вся сложность вся высокая что я маленькая что поеду и так вот мы и попали наконец-таки в игру а добро пожаловать трясем лясем ну третий раз читать наверно мне не особо интересно но здесь кстати про нашу фракцию то есть кое-что это вот этот пункт укрепление замок и крепость орки не могут развиваться до крепостей дикари могут развиваться только до крупных поселков и замков ничего себе у нас даже городов не может быть то есть нам нужно будет где-то кого-то у кого-то что-то захватывать да ясно ну что дикари дунландо ох сейчас я прочитаю друзья мы дикари и земли дунландо наш дом мы помним что наши предки были одними из тех кто побывал в белирианде но мы остались в лесистых землях вокруг реки гвату той самой которую номинорцы называют река тени но для нас это дом мы не немногочисленный народ и у нас нет единого бога в отличие от людей которые называют себя цивилизованными эти цивилизованные ненавидят нас и хотят выгнать нас из наших домов как животных мы свою очередь ненавидим их за это эти лошадники охотятся на наш народ как крысы и у нас мало шансов в открытом бою против них на полях и безлесных равнинах ну да пехоте сложно против конец сражаться из конечно у вас нет пикинеров и лучников до прихода номинорцев мы жили вместе с друида и нами людьми из леса как и мы прежде чем они пропали а мы подобно призракам от направились куда-то в неизвестность номинорцы отняли у нас наши леса и стали строить свои империи даже не подумав о том что натворили с нами они называли нас народом тени но мы простой народ они люди зла мы не служили никакому темному властелину мы просто хотим жить и вернуть то что было отнято у нас вот и все наши воспоминания глубоки и наша ненависть глубже но никто кроме нас не откликнется на зов собственной воли дунланд это наш дом и мы дунландцы гордимся этим и ценим превыше всего мы получили некоторые земли от дуннедайн во время второй эпохи но так как численность дуннедайна стала сокращаться мы взяли земли которые назывались каленардом вплоть до изенгарда это мы называем своим домом и эти земли мы не брали силой мы их просто заселили мы воевали раньше и будем снова воевать с великим вождем мы бы осадили их крепости и как трусливые овцы прятались бы за каменными стенами если бы не было этих людей которые вступили в войну доблестные войны из дальнего гондора оружием которых пробивают наши щиты и гораздо больше чем нас как мы могли устоять против такого но помощь пришел нашлась тот кто мудр пришел к нам и это суруман мудрый он понимает нас и не осуждают мы будем выполнять его волю мы объявим войну любому на кого он укажет борьба каждый день нашей жизни все напрасно ибо мы не можем изгнать цивилизованный мир из наших древних домов суруман не командует нами он просто он просит нашей помощью в борьбе за правое дело он не будет властвовать над нами а будет помогать нам советом и прислушиваться к нашей боли вот наивные суруман мудрый тот кто слушает нас говорит с нами в приятных тонах мы заявляем о нашей преданности его наши люди разрозненно и воюют между собой и против кланов что к западу от нас это приводит к разорению наверно все таки к разорезанности нашего народа тем не менее мы должны набирать силу и могущество в глазах в глазах мира все наши разногласия должны надо отложить в сторону для того чтобы наш народ мог воспользоваться прибыльной морской торговли мы должны стать сильнее если мы обретем великую силу тогда могучие воины из инмаха будут сражаться на нашей стороне и мы сможем раскрыть тайну этих грозных осадных а машина только добившись больших успехов наш приход к власти станет неизбежным за ладно чё снова чё они попа я не хочу объедините кланы так я понимаю что у этой фракции также как у шри и бри есть возможность создать какое-то объединенное королевство типа арно рада для этого нам нужно захватить наверное вот эти все населенные пункты числении которых здесь идет кому интересно можете на полу прочитать я еще я читать не буду поскольку в принципе мне и так все понятно вот дальше сообщение военных советников но здесь она стандартная 15 лет я 7 3 7 и так что у нас здесь орки гундабада объявили войну свободным народом андуина союз гундабада с море и союз гундабада с тенью ангмара почему это все в таком ключе раньше было вроде односнительное менюшка и там все это было показано союзом союзом гундабада с долгул дуром союз харада с ардунаимом мордона мордора с ардунаимом гондор война против собственно ардунаим и княжества долом рода также война с ардунаим ну наконец все все менюшки мы пролистали и собственно только-только подобрались нашей нашей будущей империи которая пока же состоит из трех из трех населенных пунктов дон вараха дуниарда и брига так но как нам описали мы здесь защищены мглистыми горами здесь собственно наш союзник ты же наш союзник да да нашим союзником из ингарда с которым у нас уже и права торговли и прохода и вообще отношения превосходные мы уже воюем собственно с брейширом и с рухом общего мы сразу воюем с брейшир мы с ними даже еще и не встречались по идее но типа генетическая память друзья наверно так наверно так так из ингард союзниками еще ни с кем пока не воюет это кстати опасно если а из ингарда будет тормозить мы можем получить и леща мы будем надеять что рухом не придет к нам придет сперва в из ингарда так на севере у нас значит в соседях гоблины с которым мы пойдем дружить и эти дуны дайны с которым тоже неплохо было бы задружить дальше нашей первоочередной задачи будет стоять захват тарбадов который вот здесь находится я помню потому что судоходная река и где она заканчивается вот здесь эти два города находятся вот еще поселения есть вот здесь не занятая я тоже помню но туда-то я даже не знаю имеет ли смысл все-таки тарбады жирнее их там два правда еще захватить сперва но сейчас подумаем у нас 7000 денег по финансам что у нас тут но все очень плохо я вам так скажу сельскохозяйств 400 торговля 200 налоги 1000 при этом мы уже за что-то выплачиваем 750 монет и армию содержим на 1465 коррупции три монеты нормально всего 2200 зарабатываем больше конечно только за счет казны правитель если ее убрать то мы уже в минусе а так пока что еще в плюсе нет ненадолго так чувствуем это конечно печально так агентов у нас нет совсем нам еще постоих только сделать три поселения в каждом у нас есть персонаж у нас кстати заметьте у нашей фракции вообще нету генеалогического древа которым что-то отмечалось а просто есть вожде но это не очень хорошо мне всегда нравилось там ковыряться смотреть кто от кого куда и зачем на нет и как говорит суда и так у нас есть значит верховный вождь як так я так 51 год злодей тот еще находится он в столице нашей славном дун ларахи что мы будем делать и здесь ох 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 а я вам скажу что это не все так просто не все так просто да давай ка мы тебя выведем сколько там 824 50 монет меньше ну это фигня мы конечно сразу туда не пойдем в этот арбат нужно хоть каких-нибудь войск поднанять я хочу посмотреть кто не он в штате телохранителя на здесь гвардия дун до 1026 но вполне себе такой достойный отряд которому можно вполне себе воевать это хорошо можно взять пикинеров думал доведя наемников на 240 монет плюс пикинеры это против конников в тарбаде я сомневаюсь чтобы конные отряды все-таки пикинеры это на границу с роханом надо будет перекидывать если они у нас вообще есть так здесь у нас ополченцы копейщики дун да да но это вообще ни о чем товарищи 36 единственная польза от них что они бесплатно здесь содержатся в виде гарнизона и все читать я не буду друзья поскольку я я уже прифигел читать даже кому если интересно на паузе можете остановиться и почитать это тело похохохохохохохохо что делать то будем друзьям давайте как-то пройдемся по нашим нашим войскам что ли первым делом на здесь телохранители вождя 35 ходов друзьям кулдаун стоит 1000 3 ход нанимаются на это чтобы получать генералов 1019 в принципе нормально нормально товарищи численность невысока 58 генерал и генерала далее значит воины дугланда 811 ну хоть что-то вот такие знаете топорники типа мечников вполне себе сойдет пикинеры уже известные нам 46 но против конницы самое она дальше копейщики на это то что нам нужно это первая линия 513 очень даже неплохо берем берем этих ребят второй ход значит тут посол лазутчик все ясно далее персерки дун до 95 потом племенные топороносцы 4 но это вообще не о чем какой-то сброд просто я не знаю против кого их посылать против снагов каких-нибудь единственное с кем они смогут биться более-менее на равных но еще ополченцы копейщики дурланда 36 тоже ни о чем откровенно говоря так а сколько вы стоите 530 500 содержание по 250 240 ну тогда вот эти четыре отряда я найму с ними мы наверное как-то куда ты отправимся потом нужно будет лазутчик с послом переобучать не будем так и строительство что нам нужно ставиться построить вот есть порт нам писали что там прямо шикарно все будет ну-ка дай-ка я взгляну насколько шикарно все будет если мы построим порт нам дадут 6 монет друзья мы подадим 4000 получим 6 монет вход шикарно нет нет друг мы так делать не будем хижина плотников да надо вообще пробежу пробежат что у нас вообще имеется то дулант земля холмов на языке соседнего руха нам я читать не буду друзья кому интересно на паузе а то мы здесь на пару часов засядем дальше крепостные стены это хорошо чертоги вульфа опять вульф увидеть как они хорошо о нем помнят и про этого вульфу даже какой-то плац его именем назвали дом совещаний недурно малый плац постоялый двор расчистка земель и грунтовая дорога что будем строить первым делом вот кожевая мастерская смотрится неплохо можно хижину плотников порт точно отпадает амбар на денежку денежка вам нужно птицы ферма тоже нужно дорогая зараза это влияние чертоги нам тоже по идее пригодились по арсенал дорого тубильня но я думаю что нужно строить кожев кожевную мастерскую чтобы были доспехи хотя бы хоть какие-то уже были плюс какой какой никакой доход там 20 ходов и окупится потом будем наверное строить амбар потом дубильню потом и хижина плотника как-то так наверно если вообще деньги позволит этим заниматься так с этим разобрались поехали дальше дальше у нас город бэрик бэрик здесь сидит у нас кстати не разглядели нашего вождя 51 год неплохой командование сказать все он нас поведет в бой жестокий влиятельный вожду лунда деревянная корона деревянная корона хоть простой и скромный артефакт но когда-то носилась на голове избранного короля всех народов на 2 это задолго до того как на минарцы пришли с востока земли на 2 до и дунда были объединены под его властью сейчас корона в руках вождя дунландцев а может еще раз показать что истинная власть на 2 и дом в руках дундландцев для этого контролируете ну-ка ты шибари гост при гост при гост где-то рядом с нами был но тут хреново куча названий половина из которых я не знаю но есть бэрик который может контролируем так уж как дом ворах в общем со временем с открытия карты территории наверно более более плотный займемся очень мечем заняться так еще копье есть плюс один командование пехоты то что надо биография биография из диких людей правителя особая способность эффект 150 снятия усталости для своей армии три заряда имеет ничего себе это неплохо упивается кровью какой-то у нас прям совсем генерал такой хороший руководитель надежный командир воин ночи отлично многообещающий тактик нормально ладно едем дальше здесь у нас бэрик член семьи ментар давайте его выведем тоже с ним ознакомимся что это и как это а а вот у него уже другие телохранители лучники убийцы зверей с дальним боем 5 неплохо и в рукопашку 614 тоже неплохо могут прятаться где угодно хорошо хорошо читать не буду друзья на паузе на паузе на паузе меня интересует вот здесь боезапас 24 довольно таки большой и дистанция тоже отлично 170 так он травник травник увеличение шанс на появление детей охотник доходу да ну тебе не судьба не судьба эти доходы получать ты мне нужна в армии из диких хороший разведчик решительные начинающие верные там но тут разница в 20 монет в этой деревушке так что смысла большого нет иди сюда и сюда так собственно с деревушкой тоже давайте ознакомимся здесь дуланская всхолме тоже друзья кому тесно на паузе когда-то у нас будет кавалерия и травы радостная парочистка земель грунтовка так что мы будем здесь собственно строить друзья здесь население нету практически совсем всего каких-то жалких 316 человек это очень мало значит нам нужно что-то нам на прирост населения здесь есть шахты которые дают плюс 200 это это хорошая это очень хорошая постройка она очень дорогая а значит нужно развивать вот это направление хищи же на плотников чтобы снизить стоимость на первым делом все же мне бы хотелось на прирост но дубильня неплохо выглядит но еще лучше дом совещаний это нам позволить здесь вообще войска иметь какие никакие плюс войска нанимать в случае необходимости ну и плюс нам это даст порядка 5 процентов блин а на прирост вообще что ли ничего тогда получается нет здесь тоже рост влияния но это не просто плохо это писец как плохо по одному налоги надо снижать чтобы хотя бы по полтора процента заходила ну и наверно начать надо с дубильня чтобы хотя бы эти 80 монет нам капал капала там 15 ходов она то бьется если сперва построить хижину плотников на 10 процентов на 125 монет дешевле будет вот такое себе на самом деле не все таки сперва дубильня давайте закажем ну конечно с экономикой у нас совсем все плохо ну и последний город третий не арт здесь сидит я так понимаю наследник до вождь фрека совсем молодой 19 лет имеет дулонский шлем зловещий шлем созданный из меха и кожи круто мужской топор уж еще нет из никаких людей наследник также имеет особую способность раздражительный жестокий гордый наследник многообещающий верный воин ночи это хорошо давай-ка выйдет из города взглянем что у тебя здесь у него здесь и кира носа и зенмаха 14 13 слушайте но это шикарный отряд я вам так скажу потому что атака на уровне элиты серьезные элиты 14 это мощно очень мощно хорошо хорошо на что город но такой себе город поселок здесь каких-то два отряда племенных топором осу 4 5 от них понт вообще никакого нету их куда перекинуть бы но с другой стороны здесь можем не пускай сидят наверно да что у нас по городу дудлом дам чистокол малый плац расчистка земель грунтовые дороги то есть вот этого нету дома совещания значит заказывать мы не можем войсками сером печально тогда по идее нужно именно вот этот дом совещания нам закладывать и строить порядок подымет вдруг кто-то придет а мы не готовы совсем ну давай давай два хода а этого товарища наверно отправим друзья вышки ставить везде упа я вижу войска из амгарда здравствуй здравствуй углу как как твою здоровье чеки рыбочка хреновуху пил сегодня нет так 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 мы вроде как все сделали больше делать нам нечего давайте я уже в минус ушли обалдеть долом рот занял это лонд х за дом восстановленного фарност восстановлена все это стандартная фигня два отряда у меня нанялось мы находимся в это жопе мира чуть ли не на последний месяц сколько вообще у фракции это подозреваю что именно 25 вот мы на двадцать пятом месте находимся это это жестоком и мы уже в минус 427 монет обалдеть это всего два отряда давай на тебя дальше проведем отсюда и вышку поставим что хоть что-то видно было ходить то надо аккуратно чтобы не напороться на каких-нибудь я не знаю о вот типа вот у таких товарищей и кто здесь обалдеть 5 отрядов какие-то охотники друида и на вроде как писали что это эти жители леса что еще плюс разбойники же есть надеюсь ты ко мне не придешь мы видим что из ингард уже атакует бригнас взял в осаду в этом бригнасе 6 отрядов охотники плана чистоколом я не думаю что это очень страшно хоть нам этот город и нужен по заданию можно потом если вырастет вырастем их купим выкупим у из ингарда ну и на короняк можно вообще отнять так что особо этим не стоит задумываться наша цель наверно все таки как я озвучил пойти торбаться хватить чем мы сегодня будем заниматься и так ждем еще один ход еще два отряда на эмоции мы все эти толпы пойдем на один отряд ополченцев здесь оставим все остальные отправятся в дорожку мы уже в минусе сейчас будем еще в большом минусе же надо осталось уже 2000 правда минус не сильно увеличился за счет того что несколько построек нас появился на торговле но денег на 4 на 4 чертова хода осталось из ингард объявил войну руху но это хорошо все идет по накатанный да еще два отряда мы все там же доклад о строительстве собственно в нашей столице построилась кожевая мастерская только она нам не пригодится совсем не пригодится переобучать не будем не вижу смысла пока переобучать и дунард построил дом совещание теперь а здесь возможен найм можем моим только вот нанимать ли дорого стоит слушай еще надо подумать давай амбар построим за три хода 900 монет 50 монет будет приносить вот что-то или лучше дубильню чуть дороже денег на два хода и тогда деньги кончатся нет ничего не будем заказывать поскольку сейчас еще наймутся в столице агенты наши лазучек с послом они тоже денег требуют 150 и как раз денег она впритык будет как я и говорил один отряд вот этот бесполезная здесь оставим все стороны отправятся куда-нибудь сюда у нас здесь крепость кстати имеется отлично я попал нашим полководцем в мятежников обалдеть у них еще и конница есть зато мы узнаем какая у нас будет потом конница всадники дуланда 5-6 обалдеть были бы у нас деньги хороший посол прокаченные можно было попробовать подкупить но посла нету тем более хорошего а деньгах вообще только остается что мечтать так пока еще не взяли из ингард брэгнас можно было попробовать подсоедиться на но нам это не светит войска нету ничего нет здесь бы в лесах бы не налететь на кого-нибудь засаду жесть он к нам посолы на 2 и дойдет какая прелесть ну все и переходим следующий и так значит их пришел к нам посолы на 2 до заключили мы торговлю с ними и вот у нас раньше торговлю приносило 200 давайте взглянем сколько сейчас увеличилось теперь уже 472 неплохо хотя бы минус не такой большой и мы точно успеем до конца денег меня радует агенты наши все заказались свита так это наш лазочек так понимаю неплохо а нет это посол дам а этот лазочек хорошо о нет уже я ошибся всего фракции не 25 27 и нам бог к задум за вас алидба вот это было бы вообще вещичи вещич нам это не светит дубильня построилась в бриге у меня на все бабки заказать хижина плотника 10 процентов а четырех с половиной тысяч триста пятьдесят монет нам с но потом в дальнейшем еще долго не светит это дело так что я не уверен и я не уверен я так ладно агенты лазучек иди сюда и ты мне нужен вот лазучек собственно ох ты же ёшкина матрёшкина друзья вы только гляньте ну вот они тарабады собственно раньше они правда по-моему по-другому назывались они как и асгилиата были восточным и западным а теперь есть просто работа королевский тарбат вам виднее ну смотрите гоблины муглистый гор хотят нас опередить хотят нас опередить давайте поближе подойдем кто там в городе сидит 4 отряда войск прям как у нас воины дунгландом 10 11 8 11 над прокаченные в серебре уже где он качался интересно племенные на этих можно не считать какаха но еще охотники ну как и у нас четыре отряда но я вот этими силами должен по идее забороть эти конечно напрягает два отряда серьезных воинов дунгландом очень напрягают но у нас численно больше блина опасно это дело возьмем вас одну этим нельзя давать они захватят у них тут много народа и численно больше но есть опасность есть опасность что они сами на нас нападут тут уж деваться некуда либо мы либо они друзья тут занято идите себе поищите другое место так но мне наверное так много всего не надо во первых таран одним обойдусь две лестницы трех за глаза по моему да в таком ключе мы и пойдем жесть просто жесть вот как она есть так ну и собственно посол собственно посол ой как меня далеко посол то ходит слушай а ты до этих у дойдешь дошел сразу до гоблинов море давайте с вами торговлю щедрое предложение как насчет картами еще обменяться и союз заключить так сказать полный полный пакет полный пакет они не хотят то есть они хотят но хотят еще и дань 400 монет 2 хода 800 отдать но я наверное друзья соглашусь соглашусь они противники иду надо и на севера на я наверное соглашусь 800 монет конечно жалко но за возможность не беспокоиться о севере это дорогого стоит плюс торговлю плюс карта да и не такие уж и большие деньги хотя для нас сейчас не любая копейка дорогам отношение великолепное да друзья все нормально да заплатим денег но это не страшно море перед вами это все ясно достигли им адреса углистых гор лучше ли отношения союз все дела нормально нам теперь надо заходить еще дальше так если вы вот здесь то куда тут сюда наверно надо идти можно как-то не дуна дайн север на гнатья потом ангмара потом орки гундабада потом ардунаина куда-то в общем в те степи идти надо мне бы еще одного посла на самом деле торговля она здесь выгодно я кстати могу нанять этого посла но отлично давай денег полторы тысячи осталось немного немного откровенно говоря ладно так время идет делаем ход 5 и идем в атаку должен же в серии присутствовать пик шоу так порадовали нас новым заданием отправить послан гундаин сервера к ним собственно и собирался я кстати смотрите как точно определил их место положения там вот здесь через два хода дойдем короче а что мне там за них войска лучше денег не кстати смотрите какой минус к обалдеть на этом его 400 монет выплатили еще раз выплатим и деньги как раз закончится так это не интересует меня появился меня еще один значит посол да посол там и мы наверное его хрен знает куда мы его по идее на моего нужно в юга отправляет там из копища этих темных фракций с каждой можно торговать и со светлыми можно торговать на самом деле еще нет там я думаю надо с планов на 2 это начать да то что пошли куда-то вот сюда наверно потом дату нам сюда я думаю что да да вот она видите границ тоже есть значит здесь вышку поставить заранее увидели в случае чего приближение тех засранцев и акте акту за разобрались тут разобрались здесь посол пошел лазочек пока там постоит кстати а кто во втором тарабаде сидит какие-то наемники салара лазочек и акте 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 денег нету ничего нет тогда пошли в бой пошли в бой акшон все дела сейчас проиграем и кампании закончится бога гада ну хорошо хоть гарнизонного скрипта но я шалею честно говоря я уже и забыл что торбат он имеет разрушенные стену собственно то что здесь таран нафиг не нужен так же как и лестнице как-то вот так друзья вот нашел и таки центр где он находится погода еще подвела все серое но самый ближайший путь это хотел сказать вот здесь здесь речка вонючка здесь не пройти да то есть придется через эти главные врата заходить маке ушки так бросайте все это какаху устраиваемся начинаем битву все поехали недолго думаем до вопрос где нас будут встречать и будут ли нас встречать ваще они все построились на своей этой на базе у них два отряда значит такие же как у нас вот этих воинов дунгланда плюс отряд бандитов никчемных и еще один такой же что но главное что у них а есть у них лучники а я хотел их порастреливать на халявку так сказать но на халявку не получится порастреливать нам ответят ну здесь очевидно что можно заходить нам с двух сторон до давай сюда давай сюда вот этих ложков отправим вперед для затравки наверно вот этих наверно сюда отправим тоже с дикарями хорошие войска они отсюда пойдут противник пока так и стоит стоит пускай я не против чей их выбрать могу могу давай сюда переправляюсь заодно как раз дистанцию стрельбы оценим мы даже войск кто наших существующие не видели но вот эти вот мужики красиво выглядит но это собственно наш вождь да мне бы все отряды такие тогда бы я показал бы куски на мать че почему я вас выбрать почему пешком идете что за что за за ты давай проходи дальше особо спешить не будем опа по нам стреляю друзья по нам стреляют у них как видите наоборот отставить побежали это лучники на лучники они как они решат остаться и пострелять по нам или или же отойдут интересный вопрос ответ на который мы узнаем буквально сейчас так здесь пробираемся вперед тоже вперед то лукари вперед и где у меня еще отряд то был потом а что делают лукари друзья лукари тупят это потрясающая возможность проходите вперед сейчас мы можем сказать лукарей у них отсечем и убьем это прекрасная возможность и вождь наш тоже кидается на супостату вы остановитесь и стойте здесь ставим закрывашку виде вот этих гондурасов лучники сейчас выйдут на позицию вот эти товарищи берсерки готовятся удару спину никого и не забыл вроде нет но пока все друзья для нас складывается благоприятно да выцепили мы отдельно отряд лукарей стрелков сейчас их немножко убьем потом спокойно наша командующий она стреляет супостата где-то стоишь то вот здесь стоишь да то есть ты противника видишь да стреляешь хорошо стреляем а вы готовьтесь умирать меня еще отряд должен идти и быть на его походу не туда отправил молясь ага тогда вы сюда помогаете а вы вот сюда помогаете и берсерки а без берсеркам уже пришли я буду я все понял тут надо поспешать поспешать надо куда-нибудь сюда шмаляйте так здесь пошла сича мощная сича друг а ты можешь вот сюда стрелять то получается немножко и свои задеваешь мне бы этого не хотелось вроде как все нормально да можно даже вот эту фигню севать чит вы медленно бежите давайте быстрее бегите заработал захват центра кто-то у нас там ступил ступил ногой на это дело убили генерала вражеского что немаловажно закрываем закрываем сюда вот проходим мужики проходим сюда и в спину этих гадов мог стать девятнадцать процентов уже потеряли и шутяна дайте киж за ногу сбили нам захват это неприятно неприятно я вам скажу кстати здесь неплохо наши вот эти берсерки себя показывают против воинов воинов я вообще ожидал наоборот как бы но нет нань туда в два отряда теперь секунд ну хорошо не без по духу до 20 процентов короче мы так стрелять больше не надо фу-фу-фу что же и по своим попадаешь не кислом 20 процентов пятую часть армии мы потеряли захватываем этот город а ведь нам еще один город захватывать не ну а как вы отпустили то вот этих но вы чего вы же закрыли с двух сторон и слов нету одни чувства как они убежали от вас сознавайтесь выход отпустили за деньги сколько они вам дали делитесь гады это вообще ну хорошо конечно терять каждого воина из командирского отряда это вообще просто сердце кровью обливается учитывая что у него их сейчас много будет мало потому что мы знаем что максимальный размер военачальника 77 больше 77 он не пополняется вроде бы так но безговорочная победа 150 мы отдали 550 убили ну и поздравляю вас с нашим первым итак значит большой город не просто город а большой город тарбат но видим что здесь возможность восстания значит просто занять это точно отпадает нужно либо грабить но грабить смысла нет поскольку мы ничего не сможем награбить а значит выбираем пункт уничтожения 100 человек не знаю сколько там всего населения но нам категорически нельзя бунтовать поскольку сейчас собственно следующий город нужно будет идти поэтому делаем вот так но стало желтым ну хотя бы желтым ладно жалко что мы ничего не заработали но зато получили большой город 500 монет он приносит нам это очень-очень даже не кисло лебедяне читать не будут друзья на полу здесь кто хочет может познакомиться надеюсь мы сможем когда-нибудь этих всех ребят нанимать так здесь высокие каменные стены которые еще нам предстоит построить поскольку сейчас они отсутствуют разрушенный мост ух ты ша вот почему здесь все так плохо только гляньте минус 25 и постройку еще и разрушить нельзя обалдеть так ну и мощеные дороги это неплохо это неплохо ну и что у нас еще осталось построить мы ничего не можем 828 монет хижина плотников порт стандартный комплект всего я думаю потом когда-нибудь когда у нас будут много-много-много денег это все дело построим так давайте взглянем что нас ждет дальше ух ты же мать королевский торбат это твердыня кстати твердыню нам надо надо если здесь засесть и думаю дальше этой твердыни уже ни одна зараза не пройдет и правильном подходе конечно здесь тоже разрушенный мост минус порядок плохо но еще хуже нас ждут вот эти наемные мечники 15 18 они сильнее мы почти сильнее нашего вождя охренеть какие-то наемники какая жесть плюс два отряда наемников салара и на некие ребята то ли с алебардами то ли каким-то клевцами топорами непонятно 48 не очень сильная и плюс разбойники тоже 48 но чем фигня фигнею а мечников мы потом как-нибудь окружить обойти и съесть но это все будет уже в следующей друзья серии который выйдет напомним в понедельник на этом сегодня все спасибо что были со мной ставьте лайкос пишите коментоз ну и конечно подписывайтесь на канал всем хорошо пока пока